МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 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 СМЕСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА родного вуза, которые не закончили. За это время много воды утекло. Университет сейчас, раньше вы знаете, был и Арматинский народного хозяйства, как он известный назывался, потом назывался Казахский государственный экономический университет, потом стал называться Казахской государственной академией управления, и наконец мы остановились на Казахском экономическом университете имени Турара Раскулова. Почему Раскулова? Потому что Раскулова, наверное, все знаете, это выдающаяся или честь в истории Казахстана, не только политик, не только социолог, не только деятель международного класса, ну и он большой экономист, он много изучал экономику Киргизии, Казахстана, поэтому вполне логично и закономерно было назвать этот университет первый, этот флагман экономический вуз, наш флагман экономического образования в Казахстане. Вообще экономическое обучение и образование в Казахстане началось с 1949 года в составе Казахского государственного экономического университета имени Кирова, и первый выпуск этого факультета состоялся в 1954 году. И наконец мы так выросли, и такая была большая потребность экономических кадров того времени и вообще. И первый вуз назывался Алматинский институт родного хозяйства, который образовался в августе, восстановлением правительства в 1963 году. Вот с этого пора, с 1963 года, я лично работаю в этом вузе, ну не говоря о том, что на эконом-парке мы работали, вот все сидящие, все руководства сейчас вообще-то говорят, что меня радует, многие, все кафтры почти, все деканы, пролектора, бывшие и настоящие, они являются выпускниками этого вуза. То есть у нас такое расширенное воспроизводство интеллектуального потенциала, которым мы можем себя гадить. И кроме того, вы знаете, что популярность вуза состоит не только в количественном отношении подготовки специалистов, а прежде всего вуз тенился качеством подготовки специалистов. Я помню в одно время, я в течение 10 лет был деканом, потом столько же лет пролектором в этом вузе, и все время я знаю все детали, все нюансы развития этого вуза, и меня всегда поражала популярность нашего вуза. Мы не звали никого вообще-то, говорю, почти сюда все, почти. И эта инерция сохранилась до сих пор. В этом году особенный год во всех вузах, особенно не государственные вузы, страдает недобором, нет вообще. Не идут, понимаете. А это есть сейчас сохранилась в своем позиции по отношению к другим, в внешнем мире еще относительно. В этом я хочу сказать, что эту популярность создает не только преподаватель, и не только само название. А этот имя создается вами и выпускниками наших. Вот это мы гордимся. К вашему сведению я должен сообщить, что в следующем году, в сентябре, очевидно, официально так Бауси был, указывал создание нашего института, в сентябре будет 50-летие этого вуза. Вот за 50 лет столько сделают вообще для экономики института, для его общественного и политического развития. Это большая гордость для нас, например. Количественные параметры сейчас подсчитываются. Количество выпусков и так далее. Я хочу только привести один пример вообще. Ни один район, ни одно предприятие в бытности, ни один колхоз-собхоз бывший не существовал без выпуска наших. Наши выпускников, а на Тринскую снову. Везде. Это в буквальном смысле я говорю, потому что я сильно на себе почувствовал. Куда не пойдешь, везде свой встречается. Это фактор повышения имиджа вообще нашего вуза. Кроме того, много общественно-политических деятелей мы, то есть они получили у нас образование. И современные я, только с плану экономического факультета я могу назвать десяток таких. Возьмите современный состав правительства, там сколько выпускников наших сидят. Возьмите Тажина Марата на пилоте. Сокончена экономика промышленности у нас. Я ли? ПНХ. ПНХ закончил. Да? ПНХ. ПНХ вот моя как бы родная. Вообще я читал лекции, принимал. У него какая карьера. Он и дипломатом оказался, и министром иностранных дел. И он кГБшниками стал. Сейчас комитет безопасности возглавляет. Вообще такая фигура общественно-политическая, которая выросла все-таки на базе нашего вуза. Правда, Казгу говорит, что он наш. Казгу в том смысле говорит, что он там закончилась карантином. Вообще из экономиста он стал социологом, таким видным, знающим, известным социологом. В этом смысле говоря. Так, хорошо. Первое ваше впечатление было самое глубокое. Самое глубокое. Единственное, что дискомфорт, вот было за это 30 лет разрушение союза, языковые болели пошли, деньги изменились, границы появились, таможенный стоит 2 часа. Что проверять? Боже мой! Не знаю, о чем проверять. Все нормально. Самое главное, что мы, души остались, те же самые люди, изменилось. Наоборот, у кого-то развитие появилось, у кого-то семейное благополучие появилось, кто-то разбогател, кто-то ходит с лоханителями. Слава Богу! Наши тела никому хранят. Это слава Богу! Хорошо! Что могу я сказать? Алмата, видно, что народ, страна просветает. Это очень приятно. Новые здания, новые улицы, много появилось у вас. Красота! Прямо шикарная Швейцария! Я могу сравнить. Не знаю. Я в многих странах побывал, но Казахстан — это один из лидирующих, развивающих стран. Про институт я могу сказать, что мы, когда начали учиться, строили стадион, бассейны, новых карбусов. Столько мы тут подкурсники работали. Я не знаю. Я, наверное, в жизни столько нигде никогда не работал. Ни лопату не держал после этого. Ничего. Кроме ручек ничего не держал. А институт действительно не узнаваемый стал. Как красиво, как все. Единственное, я хочу сказать, что я чем азиатский народ очень уважаю, люблю. Потому что у вас воспитание поколений, воспитание детей очень правильно. Сейчас мы живем в России, и в отличие от казахского народа, от азиатских народов, воспитание совсем другое. У нас, не знаю, развелось и наркомания, и алкоголизм, и все. Не знаю. Я, может, не все посмотрел, не все узнал, но в самом деле, вот мне, когда я вижу в Самаре, допустим, казах или азиат, кого-нибудь, это родная душа. Ай-на-лай-ной, ой-ой. Они думают, что мы кто-то так думали. И там один американский гражданин, про наш вуз, про Аехи. В комментарии написал, вот я помню этот престижный вуз, там профессиональные преподаватели, я вот читал, и такой гордый. Это говорит гражданин страны, где половина в рейтинге 100 вузов мировых. И хотел уже кричать, но я тоже окончил это. И как Маяковский, вот диплом не взял, в костюме остался. Вот читайте, заведите. Я выпускник, а есть. В целом, по нашему университету из 19 специальностей, 10 специальностей занимает у нас первые, вторые места. Это очень отрадно. Среди 49 высших учебных заведений, готовящихся по экономическому профилю, даже мы опередили национальный наш вуз. Похлопаем. И вот я 3 года назад ходила в архив, собирала все вот эти документы, кто остался в каждой группе. Так было тяжело. И мы 3 года назад созвонились и должны были встретиться. Почему-то вот не получилось, да? Вы не смогли приехать. Я не смог. Но сегодня я вас приветствую, что очень рада, что вы собрались, такие стали солидные, такие специалисты. Но я думаю, что мы еще будем с вами говорить, еще пообщаемся. Очень рада, что вы приехали. Спасибо вам, что так организовали. Я собирался на лекцию, приходят две милые девушки, женщины говорят, вот мы у вас, мы хотим молодого Амарова, они с этого начали. Я говорю, наверное, 30 лет назад я был молодой, сейчас я не такой же был молодой. Но тем не менее, пригласили, сказали, вот у нас такое мероприятие, хотим собраться. И 1982 года, я срочно посчитал, думаю, 1982 года. Столько лет прошло уже. Сразу не собрался, 30 лет прошло. Да. Ну, конечно, было очень приятно, действительно, начинали учиться вы, вернее, заканчивали вы при строительстве, статистическом, все мы жили, вот пережили такую реформу, сейчас, можно сказать, живем при капитализме уже. Ну, тем не менее, вот те дружественные отношения, взаимопонимания, отношения между студентами, преподавателями, они, наверное, сохранились и в ваших душах, и в наших сердцах, в общем-то. Все вы хорошо помните своего первого заведующего кафедра, и своих деканов. Ну, к сожалению, время берет свое, многих уже с нами нет рядом, но, тем не менее, они в нашей душе есть, я думаю, останутся еще и навсегда. Ну, большое спасибо, за обвинение за такой встречи, будьте здоровы, желаю вам всего доброго, вашим семьям, детям, внукам и праздникам. Еще раз вам говорю, что очень приятно вас видеть, и я желаю вам всем большого благополучия, здоровья, это, конечно, для нас все в плане, все, кем не поставлю вас. Я желаю вам всего самого-самого большого огромного счастья, и, конечно, мира, души, вообще всего-самого. В жизни они нашли свои места, я смотрю, сплошь, главные бухгалтера, директора сидят, это очень радует, потому что я смотрю, прям один за одним, никто у нас не обстоит, не обстоит, и в жизни достиг, я считаю, неплохих успехов. Это говорит о том, что наш мерхоз всегда, по сей день, я думаю, выпускает настоящих специалистов, грамотных, это и гордость нашего института, и нашей страны, я считаю, поэтому мы всегда рады и присутствовать на юбилее нашего института. Я думаю, наши ребята 82-го года достойно представим в будущем наш выпуск, а теперь я хотела от имени наших студентов от 82-го года наших преподавателей пригласить на дальнейшее мероприятие, кафе, вот у нас адрес на Маливиде, где, хотим, чтобы вы этот вечер появились с нами, мы вас любим, уважаем, мы хотим вместе провести вечер. Спасибо. 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 Спасибо.